120 лет исполнится в этом году двум ведущим Нижегородским музеем. Историко-архитектурный музей-заповедник и Государственный художественный музей ведут свою историю с 1896 года. Тогда это был один городской музей. Сейчас оба музея – гордость столицы Приволжья. Эти наши музеи в числе российских музеев очень котируются. Котируются своими коллекциями, своим потенциалом, своей научной работой, своими изданиями. Могу сказать, что за предыдущий год количество посещающих увеличилось на 15%. То есть количество людей, посещающих музей, увеличилось на 15%. Это многое, и это говорит о той хорошей работе, которую музеи ведут. Экспозиции музеев регулярно пополняются. Так, недавно в усадьбе Рукавишниковых даже открылась специальная выставка, где рассказывают о самых ценных дарах музею за последние несколько лет. Это последние яркие дары музею за последние пять лет. То есть там уникальные экспонаты и археологических находок, и клад серебряных слитков, и те вещи, которые передавали безвозмездно наши нижегородцы и по Великой Отечественной войне, и художественных промыслов. Отмечать юбилейный год музеи планируют с размахом. Создадут даже памятную медаль. Одна сторона – полная копия медалей 19 века, которую выпускали к открытию их прародителях городского музея. Вторая сторона будет посвящена двум юбилярам. Кроме того, состоится целый ряд конференций, круглых столов и, конечно же, особенных выставок. Пока музеи лишь приоткрывают завесу тайны. Мы привозим уникальнейшую выставку из фондов Государственной Третьяковской галереи, которая будет посвящена как раз 120-летию создания нашего музея, 120-летию проведения Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Впервые спустя 120 лет в Нижний Новгород приедут работы, которые выставлялись на этой выставке, в том числе полотна, которые практически никогда не выезжали из Третьяковской галереи. Нижегородцы смогут увидеть полотна Врубеля, Коровина, Нестерова, Левитана и Репина.